13 регионов страны и практически весь Кавказ. В сочинских соревнованиях участвуют каратисты из Дагестана, Чечни, Северной Осетии, Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края. А приезд команд из Армении и Узбекистана дает право организаторам называть турнир международным. Бороться за лидерство 700 спортсменов будут три дня. Сегодня на татами начинающие каратисты. Для них это первый опыт участия в крупных соревнованиях. Поэтому состязаются малыши больше в эмоциях. Без слез здесь не обходится. Следующие два дня оправдывать звания. В том числе и мастеров спорта будут взрослые спортсмены. И сочинцы здесь не последние в списке сильнейших. Итоги можно будет подводить чуть позже, наверное, дня через два. Но я могу сказать, что в сборной команде России наши спортсмены представлены двумя мастерами спорта. Это Денисенко Денис и Давидов Михаил. Это члены сборной России, которые вот только что приехали из Истамбула чемпионата Европы. Так что выглядели мы хорошо. Сочинец Денис Денисенко сегодня первый в мировом рейтинге среди молодых каратистов. Его выход завтра. Сегодня пришел поддержать младших товарищей. Приехали хорошие ребята. Приехали с России. Хорошая конкуренция. Ну, должны родные стены не подвести. Думаю, болельщики будут поддерживать меня. Будет все хорошо завтра. Опасным соперником сочинцы считают лишь одного каратиста. Это дагестанский спортсмен Мурат Гаджиев. Единственный на этом турнире мастер спорта международного класса. Но, как ни странно, главная роль Мурата здесь тренерская. В Сочи он привез более 40 своих воспитанников. Пользуясь футбольными терминами, называет себя играющим тренером. В Сочи здесь лидеры сборной. Тут две звезды сейчас основных таких сборных России. Это Денисенко Денис и Давыдов Михаил. Молодцы ребята, которые основа, которые достойно представляют себя сборной, достойно представляют Казахстанский край. Вполне возможно, наши пути пересекутся. В финале на России мы работали с Денисом Денисом. Он молодец, он выиграл за студию, занял первое место. Биться каратисты будут по олимпийской системе с утешительными поединками. Третьих мест будет два. Предусмотрены на турнире как личные, так и командные зачеты. Обладатели Кубка главы Сочи и медалей будут известны 29 марта. Но, как отмечают сами каратисты, для них главное продемонстрировать свое мастерство и заработать уважение товарищей и соперников. Инга Габеша, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.